Отрезок улицы Утемисова между улицами Жуковского и Кунаева является весьма оживлённым, как в плане автомобильного, так и пешеходного движения. В прошлом году здесь, по словам местных жителей, началась укладка тротуаров, которую не завершили до сих пор. У нас в прошлом году начали, в ноябре вроде бы, начали здесь тротуар делать, да, и всё забросили, бордюры, вот видать. Я угловой дом, у меня здесь вообще водостёка нету. Водостёка, весь, 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 уличная вода собирается у нас, угловой дом. Никуда не идёт, мы даже домой не можем зайти. Не то, что зайти, мы даже не можем заехать. Недовольны жильцы и заброшенные здесь процедурой укладки дорожного полотна. На отрезки улицы подрядчики положили два года назад только один слой асфальта. О данных работах отчитывались на месте в то время и Акиму города Асхату-Шахарову. Однако на сегодняшний день обещанного второго слоя на дороге так и не появилось. Хотя градоначальник тогда приказал строителям полностью завершить укладку до 15 августа 2020 года. Если бы уже пошёл народ на контроль, значит где-то в наших рядах что-то неправильно. Поэтому вот я пригласил всех ответственных лиц, даю поручение до 15 августа завершить себе работу. До, получается, наступления в межсезонье, когда пойдёт, чтобы здесь вот этого слякоти не было. Чтобы я больше нигде не в социальных сетях и других площадках, где население жалуется, больше за эту улицу не слышал. В ходе того же рабочего визита Асхат Шахаров пообещал и разобраться с освещением улицы Утемисова. Но жильцы и по сей день опасаются ходить здесь по ночам из-за кромешной тьмы. По всему Курмушу, то года два назад было активное асфальтирование у почти всех улиц. Но, к сожалению, вот улица Жуковского здесь рядом не доделана, брошена. Сопряжения нигде не доделаны. Тротуары, я не знаю, какими нормами руководствуются строители и отдел благоустройства города, почему-то запланированы на одной стороне улицы. То есть, с одной стороны живут люди, с другой – не люди. Так получается. Жалуются местные и на отсутствие стабильного вывоза мусора. Одна из свалок веток уже не первый год продолжает пребывать под сенью здешних деревьев. Вот такие вот свалки, мало того, что мусорные свалки, еще вот такие вот строительные свалки, никто за них не отвечает. И все собаки, все здесь собираются. Мусор тоже не вовремя вывозят. Вывозили хоть два раза в неделю мусор, в понедельник и пятницу. Теперь через неделю только в пятницу вывозят. Постоянно с соседями ругаемся, вызываем участкового. Не выносите мусор, потому что бродячие собаки по всей улице разносят мусор этот. Вовремя мусор не выносят. В Акимате текущую ситуацию с данной улицей никак не прокомментировали. Многие из проживающих здесь людей обосновались на данной улице еще во времена советской власти. И на контрасте между тем государственным строем и нынешним могут рассуждать о том, как раньше благоустраивалась улица Утемисова и что с ней происходит теперь. Я здесь проживаю с 1968 года. За период советской власти это была хорошая улица. Здесь ходил общественный транспорт, односторонняя одно время была. Два раза асфальтировали дорогу. За время независимости тут один раз, по-моему, был ямочный ремонт после многочисленных жалоб. Влад Рогушев, Юрий Шаповалов, программа «Факт».